Сейчас мы начинаем мини-курс из трех занятий про программирование на BASH. Надеюсь, что слово программирование вам знакомо, даже если нет, то по нему понятно, что это про умение писать программы. Программы у нас будут небольшие, от пары строк до, может быть, пары десятков строк. Однако, надеюсь, что к концу курса вы поймете, насколько полезны умения писать эти программы и насколько эти программы могут быть полезны в вашей работе. Что касается BASH, то даже если вы не слышали это слово, то вы уже пользовались им или его аналогами во время нашего курса. Давайте обсудим, что это такое подробнее. Когда запускается терминал в своем Linux, внутри него работает специальная программа-оболочка, или по-английски shell. Это интерпретатор команд. То есть специальная программа, которая понимает все ваши команды, анализирует их, производит соответствующие действия, например, переходит в какую-то папку, создает какой-то файл, выводит что-то на экран, а затем переходит в режим ожидания вашей следующей команды. Программ-оболочек довольно много. Одна из первых удачных таких программ называется SH. Ее разработал Стивен Борн, и она является сейчас де-факто стандартом и доступна почти в любом дистрибтиве Linux, и не только Linux. Появилась она в далеком 1977 году. В 1989 году появилась усовершенствованная и модернизированная вариация этой оболочки, называется она BASH, Born Again Shell. Она является самой популярной на Linux, и в основном по умолчанию запускается именно она. Однако существует много и других вариантов, например, csh, tcsh, zsh, которые, например, установлены в нашем биолинуксе по умолчанию, и так далее. Преимущество этих оболочек, что они умеют выполнять команды не только по одной, но и сразу, когда мы задаем последовательность команд, то есть программу. Такие программы обычно называются скриптами. Очень скоро мы напишем первый наш скрипт на BASH, однако сейчас давайте перейдем в терминал и посмотрим, как можно переключаться между разными оболочками. Сейчас у меня запущена оболочка по умолчанию, в моем случае это zsh. Можно посмотреть, в какой директории я нахожусь, и перейти в оболочку BASH. Для этого ввожу команду BASH и нажимаю Enter. Можно сразу заметить, что приглашение ввода команд изменилось внешне. Раньше у меня писалось только programming, а в BASH у меня пишется полный путь до той папки, где я сейчас нахожусь. Кроме того, в конце стоит доллар. Однако это не принципиально, и можно настроить для себя внешний вид и по-другому. Давайте проверим, что я нахожусь в той же самой директории, где я и был. В BASH можно выполнять все те же команды, которые мы уже изучили. То есть, например, создать файл, посмотреть содержимое текущей директории, удалить этот файл. Однако есть и небольшие различия. В zsh, например, если я введу cd-do и нажму Tab два раза, то у меня предложатся варианты, куда перейти. Если вы помните, в zsh по двойному нажатию Tab у меня выбирался первый из вариантов. Здесь же, сколько бы я ни нажимал Tab, мне будут предложены все возможные варианты, но за меня выбор сделан не будет. Или, например, если я введу команду, которая не существует, то BASH напишет мне, что команда такая не найдена, и предложит альтернативные варианты, которые похожи на это написание. Чтобы выйти из BASH и вернуться в zsh, я ввожу команду exit. Тогда эта оболочка закрывается, и мы попадаем в ту, в которой мы были до этого. Если мы выйдем из последней оболочки, то программа терминала закрывается. То есть, если у вас, например, был запущен BASH уже сразу, то по команде exit вы выйдете из терминала. Давайте попробуем ввести ccd команду в zsh. Мы видим, что реакция будет немного другой. Можно точно так же перейти и в оболочку shell. Обычную вводим команду sh, нажимаем Enter. Видим, что приглашение выглядит совсем по-другому, однако, опять же, можно выполнять все те же команды, которые мы изучили. Например, создать некоторую директорию или удалить ее. Чтобы выйти, опять используем команду exit. Можно отметить, что BASH и sh — это обычные программы, которые запускаются внутри вашей оболочки. Кроме того, можно запустить несколько оболочек внутри друг друга. Например, BASH и в нем еще один BASH. Тогда по экзиту я сначала выйду в одну оболочку, а потом в еще одну, то есть в моем случае в zsh. Чтобы узнать, где находится программа BASH на вашем компьютере, можно выполнить специальную команду WITCH и BASH. Она покажет, какая именно программа запускается по вводу команды BASH. Например, для моего компьютера это //bin//bash. Для sh — это //bin//sh. Команда WITCH работает с любой другой программой, например, с Firefox. Так, мы видим, что BASH и sh — это обычная программа, которую можно запустить, и можно запустить их внутри друг друга. А давайте теперь приступим к написанию первого нашего скрипта на BASH. КОНЕЦ КОНЕЦ